В декабре 1901 года три смотрителя маяка Томас Маршалл, Джеймс Дукатт и Дональд Маккартур пропали без вести на острове Элленмор вблизи западного побережья Шотландии. Загадочные обстоятельства их исчезновения дали почву для самых фантастических домыслов. Ходили слухи о призраках и морских чудовищах. Маяк на скалистом острове Элленмор вблизи высочайшей точки архипелагов Ланан, также известного как «Семь охотников», был построен в 1899 году, всего чуть больше, чем за год до трагедии, принесший этому месту печальную славу. Последние полвека с начала 1970-х годов, когда маяк автоматизировали, остров считался необитаемым. Впрочем, Элленмор никогда не был по-настоящему заселен. Кроме маяка и острых скал на острове есть только древняя часовня. Считается, что она была возведена в VII веке ирландским епископом Флананом, позже причисленным к лику святых. По легенде, Фланан, в честь которого архипелаг и получил свое название, был отшельником и некоторое время проповедовал в этих краях. Неудивительно, что с незапамятных времен Элленмор вызывал у паломников и посетителей острова страх. Причудливые суеверия и странные ритуалы вошли здесь в традицию. Например, считалось, что прибывший на остров должен обойти часовню на коленях, возможно, для того, чтобы задобрить обитавших здесь духов. Многие из тех, кто побывал на острове, рассказывали об особенной мистической атмосфере этого уединенного места. Поколения местных пастухов веками привозили сюда овец на выпас, но никогда не оставались на ночлег. Они называли Элленмор другой страной, подразумевая, что это место связано с паранормальными явлениями. После того, как маяк был достроен, на Элленмор прибыли первые смотрители. Их было четверо — Томас Маршалл, Джеймс Дукатт, Джозеф Мур и Дональд Маккартур. Трое из них должны были нести вахту на маяке, поочередно сменяя друг друга. Раз в две недели на Элленмор приходил корабль с припасами — их единственная связь с внешним миром. В начале декабря 1901 года Джозеф Мур ушел в двухнедельный отпуск, поскольку во время таинственного происшествия на маяке он был на большой земле, а остаться в живых посчастливилось только ему. О первых странностях на Элленмор сообщила команда парохода «Архтор», прибывшая в порт города Лид. 15 декабря 1901 года, когда судно проходило мимо острова, огонь на маяке уже не горел. Об этом была сделана запись в бортовом журнале. Несколько дней спустя на Элленмор должен был отправиться корабль с Джозефом Муром, но из-за плохой погоды отплытия пришлось отложить на неделю. Когда Мур наконец сошел на скалистый берег острова, никто из смотрителей не вышел ему навстречу. На пристани не было сделано необходимых приготовлений перед прибытием корабля. Заподозрив неладное, Мур первым из прибывшей команды поднялся по крутому каменному склону к маяку. Позже он признался, что уже в тот момент испытывал неопределимый страх и предчувствовал пиду. Два дня спустя он описывал свои впечатления. Когда я подошел к воротам, то обнаружил, что они заперты. Я направился к входной двери, ведущей к кухне, но она также не была заперта, как и та, что за ней. Когда я вошел, то обратил внимание на очаг, который потух несколько дней назад. Мне удалось войти в жилые комнаты, где я увидел пустые кровати, как если бы смотрители покинули их ранним утром. Больше я не стал тратить время, было очевидно, что случилось что-то серьезное. Складывалось впечатление, что произошедшее застало троих мужчин врасплох. На столе в кухне стояли тарелки с мясом, картофелем и огурцами. Обед был недоеден, а один из стульев перевернут, будто кто-то из смотрителей опрокинул его в попыхах. Хотя маяк запрещалось оставлять без присмотра, что-то вынудило их покинуть свой пост. Эту догадку подтверждает и то, что при входе остался висеть один из трех плащей. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы опытный смотритель забыл верхнюю одежду в середине декабря. Но в таком случае непонятно, почему при такой спешке у них нашлось время плотно закрыть за собой входную дверь и ворота. После того, как Мур вернулся к остальным докладам, капитан корабля Джеймс Харви и его команда обыскали берег, впрочем безрезультатно. Выходило, что Маршалл, Дукат и МакАртур буквально испарились, не оставив никаких следов. Тем же вечером капитан отплыл с острова и с ближайшей телеграфной станции отправил телеграмму в Центр управления маяками Шотландии. «Ужасная беда произошла на Фланине. Трое смотрителей исчезли с острова. Мы прибыли туда сегодня днем и не обнаружили на острове никаких признаков жизни». Запустил сигнальную ракету и, поскольку ответа не было, высадил Мура на берег. Он поднялся к маяку и смотрителей там не нашел. Судя по оставшимся часам и другим признакам, что-то случилось примерно неделю назад. Бедняк, должно быть, смыл из утеса. Либо они утонули, пока чинили кран, либо еще что-то в этом роде. Так описывал день прибытия капитан Харви. «Наступает ночь. Мы не можем оставаться и продолжать разбирательство, но вернемся завтра утром и попытаемся что-то выяснить об их участии. Я оставил Мура МакДональда и двух матросов на острове, чтобы они поддерживали огонь на маяке до тех пор, пока вы не дадите дальнейших указаний». Одной из первых версий случившегося стало предположение капитана Харви, что смотрителей могло смыть в море, с причала или с высокого утеса. И хотя ни одно из тел так и не вынесло на берег, она до сих пор считается наиболее правдоподобной. Правда, это объяснение не дает ответа на главный вопрос, почему всем трем мужчинам потребовалось покинуть маяк практически одновременно, при этом один из них так спешил, что не удосужился надеть плащ. Несколько дней спустя для детального расследования на Эллен Мор прибыл Роберт Мурхед из управления маяками. Он был знаком с пропавшими и лично утверждал маршала, Дуката и МакАртура на должность смотрителей. Проверив показания Джозефа Мура и капитана Джеймса Харви, Мурхед обратился к отчетным записям в журнале, который вели смотрители. В нем они отчитывались о выполнении работ на маяке и описывали изменения своего физического и психического состояния. Мурхед сразу обратил внимание на то, как сильно последние записи в журнале отличались от предыдущих. Так, судя по противоречивым заметкам от 12 декабря, который оставил второй помощник Томас Маршалл, главный смотритель Джеймс Дукат был очень тих, а бывалый моряк Дональд МакАртур так и вовсе плакал. Также Маршалл упоминал о сильных ветрах, подобных которым не помнят за последние 20 лет. Хотя 12, 13 и 14 декабря в регионе не регистрировали никаких штормов. По имеющимся данным, возле Эллен Мор был только один сильный шторм и он произошел 17 декабря, то есть спустя несколько дней после трагедии. Если бы на маяк действительно обрушилось стихийное бедствие, это не могли не заметить соседнего острова, которое располагается неподалеку. Тем не менее, в записи от 13 декабря утверждалось, что небывалые ветра не стихали два дня подряд. Все трое мужчин молились о прекращении бури, хотя до прибытия на Эллен Мор ни один из них не отличался религиозностью. Они могли переждать непогоду в крепком маяке, находящемся на самой высокой точке архипелага, но почему-то были напуганы, как малые дети. Последняя лаконичная запись от 15 декабря гласила «Шторм стих, море спокойное, господь над всем сущим». После ознакомления с журналом вопросов только прибавилось. Теперь Мурхет сомневался и в достоверности информации, которую он прочитал, и в рассудке маршала, Дуката и МакАртура. Уж не стало ли причиной трагедии помешательства смотрителей? Возможно, один из них убил товарищей и сбросил их тела в воду, после чего покончил с собой. В официальный отчет Мурхет все же включил версию, ранее предложенную капитаном Харви, о том, что троих несчастных смыло в море. Одним из доказательств послужили новые улики, найденные на причале, обрывки веревок, которые должны были храниться в ящике возле подъемного крана для припасов, расположенном на утесе в 30 метрах над причалом. И хотя такое объяснение не вполне убедило руководство управления маяками Шотландии, это была единственная реалистичная версия произошедшего. Благодаря вниманию прессы, трагическая история исчезновения смотрителей маяка быстро получила общественный резонанс и так же быстро стала обрастать всевозможными домыслами. Не заставили себя ждать и откровенно конспирологические теории, связанные с вмешательством иностранных государств, контактами с внеземным разумом и похищением расой низкорослых людей, якобы с древних времен населявших местные утесы. Возможно, именно из-за этих слухов следующие смотрители маяка на острове Эллен-Мор неоднократно слышали о странных, мерещущихся им в вое ветра голосах, называвших имена пропавших мужчин. Интерес к этой загадочной истории не ослабевает до сих пор. В 2019 году в прокат вышел фильм «Исчезновение» с Джерардом Баттлером, действие которого происходит как раз на острове Эллен-Мор. Также стоит упомянуть и о недавнем камерном триллере режиссера Роберта Эггерса с говорящим названием «Маяк». Обе ленты так или иначе цитируют случившееся на острове. Что же касается истины, то сейчас уже невозможно сказать наверняка, что на самом деле произошло в декабре 1901 года на Эллен-Мор. Единственное, что не вызывает сомнений – память об этой трагедии и дальше будет волновать умы любителей мистики и загадок. Обязательно пишите свои версии произошедшего.